Здравствуйте, мои подписчики и гости канала. В этом видео рассмотрим охлаждающие устройства для кондитерских изделий и полуфабрикатов, их назначение, область применения и классификацию, а также устройство и принцип действия охлаждающих устройств с водяным охлаждением, расчет охлаждающих машин. Начнем с классификации охлаждающих устройств, их назначения и области применения. Охлаждение является одним из наиболее распространенных процессов в кондитерском производстве. При охлаждении преследуют следующие цели. Первое. Перевод полуфабриката из жидкого состояния в пластичное без изменения его строения. Например, охлаждение жидкой карамельной массы до пластичного состояния. Второе. Перевод полуфабриката из пластичного в твердое состояние, так как в твердом состоянии он не деформируется и сохраняет приданную ему форму. Например, охлаждение отформованной карамельки перед заверткой или расфасовкой. Третье. Охлаждение жидкого или полужидкого полуфабриката до температуры близкой к температуре кристаллизации. Например, охлаждение помадного сиропа перед получением помады, а также охлаждение шоколадной массы перед ее кристаллизацией. Четвертое. Охлаждение жидкой массы для получения студня, то есть охлаждение желейных масс. Пятое. Охлаждение полуфабриката с целью предупреждения расплавления легкоплавких компонентов. Например, охлаждение порошка какао, жмыха и так далее. Охлаждающие устройства в кондитерском производстве весьма разнообразны по конструктивному выполнению и применению охлаждающего агента. Кроме того, очень часто по конструктивному исполнению охлаждающие устройства и кристаллизаторы сходны между собой. Однако процессы в них и технологические расчеты различны. Процессу кристаллизации всегда сопутствует охлаждение. Охлаждающее устройство можно классифицировать по следующим признакам. Первое. Охлаждающему агенту. Второе. Конструктивному исполнению. Третье. Способу перемещения охлаждаемого продукта. А сейчас рассмотрим устройство и принцип действия охлаждающих машин. Охлаждающие машины служат для охлаждения карамельной и ирисной массы до температуры пластичности. Они были разработаны коллективом фабрики Красный Октябрь. На слайде показана машина для охлаждения карамели. Из вакуум-аппарата карамельная масса периодически выливается в воронку 2, дном которой служат пустотелые волки 3 и 4. Из зазора между ними выходит лента карамельной массы толщиной 4-5 мм и шириной 230-330 мм. Регулировка зазора между волками производится штурвалом 1. На поверхностях соприкасающихся с волками образуется корочка, которая препятствует прилипанию ленты карамельной массы к металлическим поверхностям, по которым она скользит. Лента снимается с волка 4 ножом 9, а затем скользит по охлаждающей поверхности 18. Она наклонена на максимальный угол трения карамельной массы о материал плиты. При таком угле наклона карамельная масса скользит с постоянной скоростью от верхнего конца плиты к нижнему. При этом на верхнюю поверхность ленты наносится краситель, эссенция и кислота. Равномерному движению массы по плите способствуют рифленые ролики 13, которые, захватывая массу, тянут ее с постоянной скоростью. По мере прохождения массы по охлаждающим поверхностям температура массы благодаря ее малой толщине быстро снижается. Время прохождения массы по плите равно 20 секундам. Над плитой установлены подвижные направляющие 11, которым эксцентриком 16 сообщается колебание. Направляющие завертывают края карамельной ленты. Сложенная вдвое карамельная масса прокатывается рифлеными роликами 13. Привод барабана и роликов осуществляется от электродвигателя 15, через червячный редуктор 14 и промежуточный вал 17. Волок 4 вращается со скоростью 8 умножить на 10 в минус 2 метра в секунду. А рифленые ролики имеют скорость 9,1 на 10 в минус 2 метра в секунду. Волки и плита охлаждаются водой. В волок 4 вода поступает по трубе 8 с отверстиями. Вытекает вода по пустотелому валу 5, находящемуся внутри неподвижной коробки 7. Из коробки вода вытекает по трубе 6, колено которой поднято выше волка, чтобы вся внутренняя поверхность его соприкасалась с водой. Также охлаждается волок 3. Охлаждающая пустотелая плита внутри имеет перегородки 10. В плиту вода подается через вентиль 12. Привод направляющих для складывания ленты показан на слайде. Эксцентрик 1 закреплен на промежуточном валу охлаждающей машины. Направляющие 2 крепятся к приводному механизму болтами 3. Охлаждающие машины для ирисной массы имеют значительно больший диаметр охлаждающих волков. Над охлаждающей плитой находятся дозаторы для кислоты, красителя и эссенции. На схеме изображен дозатор для кристаллической кислоты. Внутри бункера 4 находится синхронный электродвигатель 3 с валом 2. На валу закреплен ворошитель 10 и сбрасыватели 11. Они вращаются над неподвижным диском 13, который крепится к бункеру стойками 12. Кристаллическая кислота загружается в бункер 4. Для этого поднимается крышка. На ней имеется упор 7, который поворачивает штангу 8 с грузом 9. После наполнения бункера крышку закрывают. При этом груз ложится на кислоту. После загрузки кислоты включают электродвигатель 3. Вращающиеся сбрасыватели 11 всыпают кристаллы кислоты с диска 13 на ленту карамельной массы. Гайкой 1 регулируют количество подаваемой кислоты. Створки 14 ограничивают ширину разбрасывания кристаллов по ленте карамельной массы. При понижении уровня кислоты груз опускается, замыкает контакт 6 и включает сигнальную лампу 5, что указывает на необходимость наполнить бункер кислотой. Жидкий краситель и эссенция дозируются дисковыми и пневматическими дозаторами. Дисковый дозатор показан на схеме на слайде. Вращающийся диск 1 погружен в раствор, находящийся в ванне 2. Со смоченной боковой поверхности диска краситель снимается скребком 3. Он может прилегать к диску или находиться от него на небольшом расстоянии. Установка скребка в нужное положение производится регулировочной гайкой 5. Перемещается скребок при установке по направляющим 4. По канавке на скребке жидкий краситель стекает на ленту карамельной массы. Ванна закреплена винтом 6. При его отвинчивании ванна может быть снята для промывки. Далее рассмотрим расчет охлаждающих машин. Толщина дельта карамельной ленты на плите и барабане не может быть произвольной. Она зависит от коэффициента теплопередачи К и температурных перепадов. Производительность машины рассчитывается по формуле на слайде. Количество отнимаемого от тепла и количество тепла, которое можно передать через поверхность, рассчитывается по формуле на слайде. Решая совместно равенства, представленные на предыдущих слайдах, получим величину дельта. При диаметре барабана D большое, его угловая скорость омега рассчитывается по формуле на слайде. Количество охлаждающей воды W рассчитывается по формуле на слайде. Техническая характеристика охлаждающих машин представлена в таблице на слайде. В этом видео мы рассмотрели назначение, область применения и классификацию охлаждающих устройств для кондитерских изделий и полуфабрикатов. Устройство и принцип действия охлаждающих устройств с водяным охлаждением, таких как охлаждающие машины и трех и четырех зонные темперующие машины, а также расчет охлаждающих машин. Благодарю вас за внимание. На этом я с вами прощаюсь. Желаю вам всяческих успехов и до новых встреч!